Фауст 21 века представляет Как вы его назовёте? Джеффри Что это, мальчик? Это моё лекарство Я должен тебе признаться, я гей Лайнел, с ним что-то не так Начнём Прошу вас о смертной казе Это всё кончится Джеффри, мальчик мой Ещё пару минут Оу, вы что-то сегодня опаскуете Приветствую вас, мой дорогой безумный зритель Сегодня я расскажу вам о Джеффри Дамере И почему он делал то, что он делал Психология серийных убийц Джеффри Лоуренс Дамер родился 21 мая 1960 года Неподалёку от города Милуоки Штат Висконсинг, США Его родители были учёный-химик Лайнел Дамер и домохозяйка Джойс Дамер В девичестве Флинт Мать Джеффри страдала от хронической депрессии И по назначению врача Принимала антидепрессанты Которые она также употребляла Во время беременности Возможно, это и стало одной из причин Которые привели к нарушениям Формирования плода Его сердечно-сосудистой системы мозга И нервной системы Зачастую Маша любит принимать то, что не следовало Маленький Джеффри никогда не подвергался насилию А Грейси со стороны родителей Он очень любил их Но, к несчастью, отец очень много работал И не мог уделять сыну должного внимания А мать страдала от депрессивного расстройства В котором винил себя Джеффри Он был радостным и светлым ребёнком Любил играть с животными Особенно со своей любимицей, собакой Фриске Но из-за постоянных переездов Ему приходится отказаться от своего питомца И эта первая потеря навсегда отложится в его психике В 1966-м семья оседает в Акроне, штат Огайо Отстоит работу учителя химии В этот же период, в шестилетнем возрасте Джеффри крайне болезненно переносит операцию По управлению двусторонней паховой грыжи В апреле 1967-го года у него рождается брат Дэвид, к тому моменту Джеффри начинает стремительно меняться Он становится робким, тихим мальчиком И начинает отдаляться от окружающих Почему так происходит? В детской психике выделяют три основных этапа В так называемые кризы Каждому из этих этапов воспитания необходимо уделить особое внимание Первый криз с трех до четырех Второй криз с пяти до восьми Третий криз с двенадцати до восемнадцати Каждый из этих периодов важен Формирование человека, его внутреннего мира и его личности Что же пошло у Джеффри не так? Да все! В 1968 году Читадамеров переезжает в БАС, штат Огайо Где в школе Джеффри становится одиночкой Жертвой насмешек и издевательств со стороны хулиганов Тут же у него появляется друг Ли Их дружба продлилась недолго Ссора произошла на почве того, что Ли мучил бездомных собак И выталкивал их на автостраду Такие действия были совершенно неприемлемы для Джеффри В возрасте четырнадцати лет он начинает активно пить Однажды Джеффри принес бутылку виски в класс со словами Это мое лекарство Видимо отношения в семье становились все более непростыми И родители стали меньше обращать на сына внимание Также он начинает подбирать мертвых животных с дороги И препарировать их После помещать в банки с формальдегидом, который брал у отца Впоследствии на суде он скажет, что Таким образом я чувствовал себя не так одиноко И был уверен, что хотя бы они меня не бросят В школе он продолжает держаться ото всех в стороне Но пытается выделяться и веселить одноклассников и учителей Таким образом Джеффри зарабатывает репутацию школьного шута Так он пытается компенсировать собственную зажатость Однако при всем при этом многие отмечали его довольно-таки странно Тот же 1974 год Джеффри впервые целует мальчика После чего понимают, что он гомосексуалист Это давило на него Отец Джеффри был гомофобом Он не признавал этого и не понимал Но если проанализировать жизнь Джеффри Даймера от и до То можно прийти к выводу, что В его случае это был истинный гомосексуализм Или врожденный Навалившиеся проблемы подстегивают парня увеличить дозу выпиваемого алкоголя Теперь он пьет, начиная с момента пробуждения до самого конца дня Однако выпивка никак не мешает его учебе Джеффри никогда не отставал в обучении Вспоминают его одноклассники Если бы он старался, то мог бы стать лучшим учеником в штате Не стоит забывать, что малыш Джеффри обладал самым высоким IQ Среди серийных убийц Оно было равно 145 Плюс ко всему Джеффри играл в школьном оркестре на кларнете Увлекался теннисом всегда строгая дисциплина, ни у кого не вызывающая нареканий Первым сигналом в нарушении формирования сексуальности стал случай с мотоциклистом Джеффри прочитал в газете о молодом человеке, попавшем в аварию, после чего влюбился в его фото Нахлынувшие чувства заставили его даже посетить похороны погибшего Во время церемонии Джеффри подошел к гробу, чтобы полюбоваться на тело Вернувшись домой, он начал фантазировать, вспоминая увиденное им накануне тело В результате чего перенес сильнейшее и невиданное ранее возбуждение А после мастурбации испытал ярчайший оргазм После случившегося фантазия и желание становятся сильнее с каждым днем Даммер вспоминает о случае, когда он взял бейсбольную биту и поджидал в кустах местного бегуна Воображал, как он колотит его до бессознательного состояния и делает с ним что хочет Но Джеффри пришлось уйти ни с чем, в тот день он не смог дождаться спортсмена Ближе к завершению обучения выпивка уже мало удерживала Джеффри от фантазии о сексе с мужчинами без сознания Он не знает, как рассказать об этом хоть кому-нибудь, поэтому держит все в себе Продолжая безостановочно пить 30 мая 1978 года на выпускной вечер Джеффри зовет с собой Бриджит Геггер Но придя на бал, сильно нервничает, из-за чего уходит оттуда Но потом все-таки возвращается за Бриджит Ведет девушку в Макдональдс, где за чизбургером признается ей своей ориентацией Далее парень проводит ее домой и на прощание жмет ей руку В будущем во время интервью Бриджит расскажет, что Джеффри был странным юношей Но она никогда бы не смогла бы поверить в то, что он совершил нечто подобное Однако остальные одноклассники нашего Джеффри на суде во всю глотку утверждали, что они не удивлены Этого следовало ожидать В начале июня 1978 года родители Джеффри разводятся Лайонол больше не может выносить расстройства жены, и они разъезжаются Лайонол поселился в мотеле неподалеку от города, а Джойс, взяв с собой маленького Джейсона, брата Джеффри, уехала далеко из города Оставив Джеффри наедине с самим собой, родители, сами не понимая того, приготовили удивительный коктейль Состоящий из гомофобии, страхов, детских травм, фобий, патологических извращенных желаний, отсутствия еды, одиночества И немножко страхов, и желания удовлетворить свои сексуальные потребности Этого нам понадобится это немножечко взбалтать 18 июня 1978 года его состояние растерянности и ужаса усугублялось Не зная, что делать, он идет в магазин, покупает бутылку виски, потом садится в машину и едет, куда глаза глядят На дороге он встречает 18-летнего автостопщика Стивена Хиггса Джеффри приглашает юношу к себе Дома они выпивают, курят травку и развлекаются Затем Стивен решает уйти из-за того, что Джеффри изрядно надрался Даммер пытается уговорить его остаться, но когда тот уже собирается уйти Джеффри останавливает Стивена ударом гантели по голове После этого Джеффри его душит На суде он признается, что он просто не хотел оставаться один Через какое-то время Джеффри Даммер приходит в ужас от того, что он сотворил Он понимает, что ему необходимо избавиться от тела Для того, чтобы набраться смелости, он выпивает еще одну бутылочку Затем расчленяет труп и раскладывает его по мешкам Затем загружает их в машину и едет в ближайший лес Но по дороге его останавливает коп Но Джеффри ловко уворачивается от всех вопросов, ссылаясь на развод родителей Полицейский его отпускает и тот спокойно доезжает до назначенного места Закапывает все мешки в лесу, кроме головы Он забирает ее с собой и какое-то время хранит дома Однако потом избавляется от нее Вернувшись домой, Джеффри в состоянии ужаса ожидает Когда же полиция раскроет его и арестует? Съедаемый угрызениями совести юноша пьет и не выходит из дому Он просто не может поверить в то, что он натворил Джеффри вдруг осознает, что, по сути, он совершил идеальное преступление Что ни единая душа не знает о его поступках, а также о том, что он гей На момент первого убийства Джеффри Даммеру было 19 лет В сентябре 1978 года Джеффри поступает в Государственный университет Огайо Но из-за проблем с алкоголем он вылетает уже в конце года Для заработка на выпивку он сдает кровь и сперму 24 декабря 1978 года на парня свалился новый стресс Его отец, Лайнел Даммер, женился С мачехой у Джеффри устанавливаются неплохие отношения В январе 1979 года отец ставит Джеффри в ультиматум Либо он устраивается на работу, либо идет служить в армию Выбор Джеффри падает на второе В мае он начинает подготовку, чтобы стать военным санитаром А в апреле 1980 его отправляют на службу на базу Баумхольдер ФРГ, нынешняя Германия Во время службы сослуживцы узнают, что у него до сих пор не было девушки И тащат его в бордель Через 30 секунд после начала сеанса из комнаты вышла девушка И сказала, что солдат сбежал через окно Своё поведение он объясняет так Я не хочу, что во первый раз это случилось здесь Благодаря влиянию отца Джеффри считает свою ориентацию пороком Поэтому всеми силами старается подавлять свои желания Продолжая безостановочно пить и обрекая себя на полную изоляцию от общения В итоге 26 марта 1981 года его увольняют из армии за пьянство Испугавшись гнева отца он скитается по Флориде Ночует на пляже, по возможности подрабатывает где берут В октябре 1981 года его арестовывают за распитие в общественном месте Это вынуждает Джеффри наконец позвонить отцу и признаться в его увольнении Отец идет ему навстречу Упорно пытается помочь ему бросить пить В январе 1982 года Даймер переезжает жить в дом бабушки по отцу Висконсин Там под четким контролем отца он пытается встать на путь истины Не пьет, подавляет мысли о гомосексуализме, посещает церковь, устраивается на работу в шоколадную фабрику «Амброзер» Которую он проработает до самого ареста в 1991 году Но в 1985 аскетичный образ жизни дает трещин И все возвращается на круги своя Алкоголь, контакты с мужчинами, фантазии Сам Даймер всегда отмечал, что никогда не хотел и не был пассивным участником акта Наоборот, он хотел доминировать Джеффри, найдя партнера, подсыпает ему выпив вкуснотворное, после чего дает себе разгуляться В августе 1987 года его арестовывают во второй раз За мастурбацию перед 12-летним мальчиком Его выпускают на поруке 9 сентября 1987 15 сентября 1987 он совершает свое второе убийство Почти 10 лет спустя Джеффри помнит лишь только то, что он был пьян в стельку Проснувшись 16 сентября, он обнаруживает задушенного юношу Отчего приходит в панику Но выпив, отправляется в магазин, где покупает чемодан В который вследствие и упаковывает тело Далее он отвозит чемодан на такси домой к бабушке Там труп хранится 9 дней Затем дамер его расчленяет, при этом мастурбируя Раскладывает по пакетам И развозит по округе Именно после этого убийства он понимает, что Не стоит подавлять свои желания На самом деле это сама судьба подталкивает его Сбросить оковы В доме бабушки он совершает еще три убийства 16 января 1988, 24 марта 1988 Его методика проста Пока дома нет бабушки, он приглашает парня к себе Спаивает его проверенными коктейлями Виски, кола, снотворное Потом душит Это казалось ему гуманно, Джеффри не испытывал удовольствия, наблюдая за мучениями жертвы После занимается с трупом сексом И закончив, хранит его в подвале у бабушки не более двух-трех недель Затем расчленяет и разводит части тела по мусоркам К этому моменту он также приходит к выводу, что получает на 80% больше удовольствия С мертвым партнером, нежели с живым Дабы подавить угрызения совести, он пьет еще больше Но были случаи, когда жертвам удавалось уйти, когда бабушка возвращалась раньше времени И не давала завершить начатое В конечном итоге у бабушки возникли подозрения Из-за периодически то появляющегося, исчезающего характерного запаха из подвала Да и приходящие к Джеффри молодые люди ей не нравятся И она позвонила Лаймону и попросила его разобраться Проводя проверку в комнате Джеффри, он обнаружил лишь пустые бутылки и манекен с отверстием По требованию бабушки 25 сентября 1988 года он съезжает от нее и снимает квартиру в Милоке Уже 26 сентября 1988 его арестовывают за домогательство к 13-летнему мальчику, чьего брата он убьет в 1991 30 января 1989 года Дамер признает себя виновным Ему дают испытательный срок, но он утверждает, что думал, что жертва старшая 25 марта 1989 года он совершает третье убийство в доме бабушки, так как за квартирой следили Методика та же, но на этот раз он оставляет себе трофей В банке с формальдегидом он помещает гениталии и голову Которые хранятся в шкафчике на работе до окончания заключения Что это такое трофей? Для случаев с серийными убийцами это фетишизм Таким образом эти люди восстанавливают события убийства Дабы не убивать кого-то еще, им достаточно посмотреть на предмет своего достижения и вспомнить У многих серийных убийц таким образом проявляется сбор мусора возле жертв или украшения Я вот черепа собираю 23 мая 1989 года Дамеру выносят приговор Один год в тюрьме с испытательным сроком 5 лет В марте 1990 года Дамер выходит на свободу за примерное поведение 14 мая 1990 года Джеффри переезжает в уже знаменитую квартиру 213 Ставшую его последним пристанищем на воле Которая находится в Милвоке по адресу Северная 24 стрит 924 В этой квартире он совершит 11 убийств К этому времени фантазии Джеффри раздирают его мозг Во-первых, он был вдохновлен образом Дарта Вейдера из классической трилогии Звездных войн Для него он был символом бесконечной силы и могущества Из этого развивается его грандиозный план у болтаре Он хочет купить себе большое черное кресло, как у Вейдера Которое бы символизировало его мощь и потенциал Напротив кресла должен был находиться стол с черепами, окруженными свечами На стены Джеффри хотел повесить скелеты жертв Идея, как можно уже понять, совсем неорганизованного серийного убийцы И это будет стремительный спад понисходящий, который приведет его к ошибке Благодаря которой Дамера поймали Стоит отметить, Джеффри был довольно привлекательным юмошем И ему не стоило труда позвать с собой любого Но все равно, опасаясь, что добыча сорвется Он каждый раз врал, что он фотограф или же предлагал деньги за секс Итак, в новом жилище убийства начались 20 мая 1990 года Сами убийства оставались прежними Приглашение в гости, коктейль со снотворным Удушение, при этом выпивалась большая доза алкоголя Ибо само убийство вызывало отвращение Также в квартире появилась пластиковая бочка с серной кислотой Где Дамер растворял ненужные ему части тел Иногда сливая их в канализацию Но после жалобы на засор владельца квартиры Он перестал это делать Свои трофеи, головы, половые органы, руки, сердца и почки своих жертв Он хранил в банках с формальдегидом или в холодильнике Также провел три эксперимента с еще живыми людьми Он был одержим созданием послушного секс-раба Начитавшись литературы, он посчитал, что у него получится Это если повредить центр воли в мозге И у трех жертв он просверлил дрелью отверстие в голове Там, где, по его мнению, был этот самый центр И шприцем вводил туда серную кислоту Двое из жертв скончались моментально Одна из них продержалась два дня И даже попыталась сбежать Но была возвращена домой и скончалась через два дня Не приходя в себя Еще он снимает на полароид тела и процесс расчленения Также было несколько случаев каннибализма Была и неудача, когда 8 июля 1990 года Джеффри плохо оглушил 15-летнюю жертву И ей удалось сбежать Пострадавший сбежал в полицию Но так как? Это была ночь А мальчик был эмигрантом из Китая В полиции было просто-напросто лень ехать И проверять Джеффри Также он хранил парочку черепов Которые специально покрасил краской Чтобы гости принимали это за муляжи 19 июля 1991 года Его увольняют с работы, за прогулы И постоянно непрекращаемое пьянство В этот же день он убивает свою последнюю жертву И окончательно теряет контроль над собой Постоянно пристает ко всем на улице 22 июля 1991 года Он приводит жертву И вместо того, чтобы опоить ее снотворным Сразу же набрасывается с наручниками Но мальчик попался нетрусливый Дал ему сдачи и выбежал на улицу Остановил патруль с криками И остановил патрульную машину Когда полицейские искали ключи от наручников Они нашли фотографии, которые делал Даммер После полного обследования квартиры Они, плюс ко всему, обнаружили Мумифицированные части тел Отбеленные черепа Части тел в банках Бочку с кислотой Два скелета Голову в холодильнике Различные химикаты Стоит отметить, что квартира Даммера Содержалась в идеальной чистоте Так же, как и холодильник Единственное, что внушало отвращение Это запах 25 июля 1991 года Ему выдвигают обвинения Суд на Джеффри начался 30 января 1992 года В зале суда было 100 посадочных мест Примерно половину из них заняли обычные зрители Еще часть журналисты Треть мест была выделена для родственников жертв На процессе также присутствовали родители Даммера Плюс это первое заседание суда в истории Которое шло в прямом эфире по телевидению Этот процесс затронул очень много проблем в стране Например, расизм По причине того, что Джеффри убивал расовые меньшинства Не потому, что испытывал какую-то неприязнь К представителям другой расы Нет, а лишь из-за практических побуждений На исчезновение темнокожего или азиата Меньше обращали внимания И полицейским было просто плевать Также проблема сексуального воспитания в стране и гомофобии Что любопытно, близорукий Даммер сидел в зале без очков Страшно боялся столкнуться взглядом с родственниками Во время процесса было много слухов И что он съел своего сокамерника Или что он убивал в Германии во время службы Хотя это всего лишь были газетные утки В одном из интервью следователи заявили Что не встречали серийного убийцы Который сотрудничал с ними на 100% Помогая следствию в раскрытии собственных преступлений При разговоре с психиатрами Он вновь и вновь рассказывал истории своей жизни Стремясь открыть тайну темной стороны души Было дано много заключений Но, на мой взгляд, наиболее верное Что? Джеффри Даммер не вменяет Даммер осознавал свои действия В момент совершения преступлений Но не был способен контролировать свои девиантные желания У Даммера была фантазия О создании у себя дома некого алтаря Из частей тела убитых им жертв В центре алтаря он планировал поместить большое черное кресло Влияние, оказанное на Даммера этим героем Было очень велико В данном случае мы можем наблюдать явный пример импритинга То есть Даммер видел героя Дарта Вейдера И воспринимал И впоследствии старался копировать его преступления Это наряду с идеей создания алтаря Является фантазией ненормального человека С глубокими душевными расстройствами Первое убийство Даммер совершил как организованный Несоциальный серийный преступник Впоследствии же он превратился в дезорганизованного Асоциального серийного убийцу А это явно указывает на то, что Джеффри должны были Поместить в психиатрическую лечебность Но очевидно, что суду нужно было посадить Даммера За решетку Этого требовало общество и политические мотивы Джеффри Даммер был признан вменяемым И виновным во всех пунктах обвинения И приговорен к 15 пожизненным срокам заключения Его поместили в колумбийскую исправительную тюрьму В городе Порте, штат Висконсин Отбывая срок, он много времени посвятил Богу И общению со священником Постоянно общался с журналистами И рассказывал о том, что подобной проблемой, как у него Необходимо заниматься Чтобы такое не повторилось Получая письма от так называемых поклонников и поклонниц Выбрасывал их Говоря, что эти люди нездоровы и им нужна помощь На вопрос журналистов, продолжил ли он убивать Если вышел бы на свободу Он отвечал, к сожалению, да Поэтому я очень рад, что меня поймали Его отец написал книгу о сыне Рассказ отца 1994-го Ставшую бестселлером Хотя в ней много сомнительной информации По ней был снят фильм Растя Джеффри Даммера 2009-го года При жизни в 1993-м О нем был снят фильм Темная жизнь Джеффри Даммера А после его смерти в 2000-м году Палач Джеффри Даммера С Джереми Рейнером главной ролью Вдохновленной историей Даммера были написаны книги Зомби Джои Скэрол Оудс И изысканный труп Поппи Брейд Также Даммер породил с собой довольно много скверных шуток В 1993-м году здание, где находилась квартира Даммера Было принято решение снести Но в ночь перед сносом Неизвестные выкрали входную дверь квартиры 213 В 1996-м году был запланирован аукцион На котором планировалось продать все вещи из квартиры Джеффри Там можно было приобрести тот самый холодильник и многое другое Но узнав об этом, родственники погибших собрали деньги Скупили все артефакты и сожгли их В 2004-м году по версии журнала People Джеффри Даммер признан самым желаемым Серийным убийцей Притом среди как и женщин, так и мужчин Имя Джеффри Даммера фигурирует в тексте известной певицы Кэти Перри Также в 2016-м году Джеффри Даммер появился в Северной Американской Истории Ужаса 28 ноября 1994 года Джеффри Даммер был убит вместе с еще одним заключенным Во время уборки в душе, душевнобольным Кристофером Скармером Он проломил череп Даммеру грифом от штанга Существует множество гипотез И логичные, и построенные на грани идиотизм Что он жив и живет в тайной лаборатории ППН Но по факту, вероятнее всего Охрана ушла когда надо А возможно и помогла расправиться с Джеффри Но факт остается фактом Джеффри Даммер погиб в возрасте Нет Нет, 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 нет В возрасте 34 лет История еще одного темного лорда закончилась Вы спросите, зачем я все вам это рассказываю Уже три года я веду проект «Психология серийных убийц» И рассказываю вам о патологиях и причинах, почему это возникает Из-за чего эти люди переходят те табу, которые мы с вами не переходим Я рассказываю вам это не для того, чтобы удовлетворить ваши какие-то извращенные потребности Рассказать вам про расчлененку, смерти и так далее Нет, я рассказываю вам это, чтобы вы не сделали таких ошибок Чтобы вы наблюдали за окружающими и помогали им в сложный момент Чтобы вы были добрее к тем, кто окружает вас И сказали им, я помогу тебе Чтобы вы не обижали своих одноклассников Чтобы вы не игнорировали проблемы ваших детей Потому что если бы родители были чуть-чуть повнимательнее, а одноклассники были добрее Этого всего могло бы и не произойти Но это случилось Так не совершите же такой ошибки в будущем Будьте внимательны Прислушивайтесь к окружающим, помогайте А не сторонитесь и обходите этих людей Ведь им нужна помощь Если же у вас или у ваших близких, у ваших детей есть какие-то проблемы Вы что-то слышите, вы что-то видите Или ваша душа разрывается на две части От непонимания себя Обратитесь к врачу Психиатру, психологу, психотерапевту, неврологу Вас никто на учет ставить не собирается Вам вкалывать без вашего разрешения препараты И скармливать какие-то таблетки никто не будет Вам порекомендуют Вам предложат А уже вам все решать Но таким образом вы можете себе помочь И помочь окружающим И не надо говорить то, что Мой ребенок придуривается На самом деле все нормально А потом Вдруг И может быть завтрашний день Будет лучше Чем вчерашний Вы смотрели психологию серийных убийц Подписывайтесь на канал Ставьте лайки, дизлайки Пишите комментарии Рассказывайте друзьям Делайте репосты Подписывайтесь на наш инстаграм Там много чего интересного Можете подписаться на группу вконтакте Меня зовут Фаус 21 века И помните Мир Он не такой добрый Как вам кажется Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще раз Вырвешься Я тебя В гиппокамп засуну И ты до следующего дня рождения Света не увидишь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok